Привет! Это девятый том собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Но не спешите выключать, как известно, Лев Толстой любил детей, хотя и написал множество назидательных рассказов. Один из очень известных называется «Много ли человеку земли нужно?». Главный герой этого произведения – Пахом. Но не тот Пахом, другой Пахом. И этому Пахому вечно негде пахать. Земли ему сколько ни давай, все мало, и сам черт его испытывает на этом. В финале Пахом оказывается в чужих краях, где всюду простор и можно дешево купить землю. И тут нас ждет математически интересная развязка. «А цена какая будет?» – говорит Пахом. «Цена у нас одна – тысяча рублей за день». Не понял Пахом. «Какая же это мера день? Сколько в ней десятин будет?» «Мы этого, продавец говорит, не умеем считать, а мы за день продаем. Сколько обойдешь день – то и твое, а цена дню – тысяча рублей». На следующее утро, только из-за края брызнуло солнце, Пахом зашагал. Если очень захотеть, то по рассказу можно восстановить план его гуманитарного пути. Всего за день наш герой прошел 40 верст. Верста – это чуть больше километра. Легко посчитать, что площадь такого дачного участка составляет 78 квадратных верст. Хм, а можно было бы ту же площадь заполучить меньшими усилиями? Ну, конечно, да. Посмотрите на картинку. Зеленые треугольники одинаковы, а отрезок МЛ короче, чем АБ. Значит, такой путь был бы оптимальней. Хорошо, а если оставить 40 верст в покое и постараться получить наибольшую площадь? Как в этом случае следовало бы шагать Пахому? Мы уже поняли, что прямоугольник в этом смысле круче трапеции. Поэтому легко привести пример прямоугольника, у которого площадь будет больше 78, например, 96. А еще в 49-м видео мы с вами осознали то, что прямоугольник будет иметь наибольшую площадь при фиксированном периметре, только если он является квадратом. Так что предыдущий рекорд легко побивается квадратом 10 на 10. А можно ли поднять планку еще выше? Вообще-то да, заметьте, что нашему Пахому никто не указывал на четырехугольные формы. Обойден своими стопами 40 верст правильного шестиугольника, он бы заполучил более 115 квадратных верст земли. Такие вот дела, братишки. Концовку этого видео мы оставим открытой. Вопрос, можно ли еще улучшить этот результат? Если вы не знали готового ответа и хотите блеснуть умом, пишите в комментарии. И в любом случае, мыслите критически, занимайтесь математикой и счастливо!